Исторические документы и мировые шедевры живописи были представлены в Астане. В рамках празднования 20-летия столицы в Национальном музее открылись выставки знаменитых художников. Копии 40 архивных документов о связи казахских ханств с Османской империей были представлены широкой публике в Национальном музее. Среди них дипломатическая переписка, записи о подарках османов ханам Среднеазиатских земель и исторические документы о переселении казахов из Китая в Турцию в середине XX века. На сегодня в османских архивах Стамбула хранится 95 миллионов документов. Среди них много записей, подтверждающих связь двух государств. Письма, представленные на выставке, датируются началом XVIII века. Предположительно, они написаны на шакатайском языке. В одном из писем Кайбхан пишет о почтении Ахмеду III и установлении дипломатических связей с Османской империей. В другом просит помощи в сражениях с калмыками. На сегодня сохранились четыре письма, написанные казахскими ханами, османским падишахом. Много писем в среднеазиатские страны. Почти 700 из них от связи Османской империи и Бухарского ханства. В османских архивах остается еще много непереведенных документов. Но самые ранние из переведенных, связанные с нашей историей, датируются 1713 года. Еще одна выставка из собрания Третьяковской галереи порадует любителей живописи. 50 шедевров знаменитого художественного музея России презентованы в Астане. Все эти картины были написаны в 20 веке. Среди них можно встретить произведения о жизни и быте того времени, городские пейзажи Москвы и портреты. И когда мы решали вопрос, что же привезти сюда, мы прекрасно понимали, что мы должны привезти действительно шедевры, вещи первого порядка. И мы должны привезти выставку, которая бы напомнила о годах, когда мы жили вместе, которая бы продемонстрировала невероятные художественные достижения русской живописной школы, московской живописной школы. На выставке представлены картины знаменитых мастеров кисти 20 века Петра Кончаловского, Александра Куплина, Исаака Бродского и многих других. Среди картин и работа «Утро» Татьяны Яблонской, на которой изображена дочь художницы. Девочка с полотна позже станет художницей и выйдет замуж за казахстанца. Девочка с полотна позже Как-то дети моего поколения уже нет. А вот начиная с моего сына, потом внучки мои, они все писали сочинения на эту тему картины и дальше. Объединение Национальных музеев Франции также представило уникальные картины в Астане. Выставка «Поль Серьзье и Британь. Волшебство. Легенд» помогает получше узнать о французском искусстве 19-20 веков. Все работы впервые покинули пределы Франции. Здесь можно встретить полотна от эпохи символизма до модерна. Для экспозиции были отобраны узнаваемые работы Эмиля Бернара, Поля Гогена, Мариса Дени и Поля Серьзье. Они жили и творили в провинции Британь. Британь стала настоящим открытием для Серьзье. Это область Франции, которая очень отличается от остальной части страны. И во всех картинах, которые мы привезли, можно увидеть ее удивительные краски. Британь, по сути, не совсем французский регион. Когда-то он был кельтским, поэтому там существует очень много легенд, много традиций, которые делают этот регион еще уникальнее. Вдобавок, там красивая природа, поэтому Серьзье поселился и провел там 40 лет жизни. И на выставке множество его работ, созданных там, где он открывает завесу тайн этой местности. На выставке представлены не только картины, но и скульптуры, а также видеофильмы. Познакомиться с удивительным миром искусства Франции посетители могут до конца сентября в Национальном музее. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ